МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Эфир телеканала ННТ продолжает информационная программа Новости 24. В студии для вас работает Сусана Халилова. И каким запомнился этот день глазами наших корреспондентов. Муфти и хазраты из различных регионов России, ученые, тысячи человек, сегодня посетили международный форум «Духовное наследие шейха Саида Афанди». Президент Турции Реджептейб Эрдоган 22 ноября отправится в Россию. Уже можно отправить посылки и грузы с максимальным весом одного места в 3,5 тонны. Логистический оператор, деловые линии теперь и в Дагестане. Крупный международный форум «Духовное наследие шейха Саида Афанди» состоялся сегодня в Махачкале. Мероприятие посетили тысячи человек. Муфти и хазраты регионов России, доктора наук, исламского мира говорили о жизненном и творческом пути шейха из Черкея. Все это сопровождалось чтением Корана и показом документального фильма о духовном наставнике. Подробнее в сюжете моих коллег. Форум открыл почётный гость из Медина Абдурахима Лутфаллах. Прочитанный нараспев Коран заставил трепетать слушателей. Далее зрителям показали документальный фильм о шейхе Саиде Афанди. Тяжёлые 90-е годы. Борьба с ваххабизмом и работа ради сохранения мира в Дагестане ярко и внушительно отобразились на экране. «Если что-то случилось, кто-то умер, мы не должны из-за этого терять сабру. Нам нужно сохранять спокойствие и проявлять терпение. Единственная польза от этой жизни, проведите здесь тысячу лет или всего 25-30, в том, чтобы в предсмертный миг оказаться в вере, оказаться на истинном пути. Что ещё желать тому, кто в последний момент жизни оказался в вере?» Муфтий шейх Ахмад Афанди от нахлынувших эмоций и слёз не смог выступить первым. На некоторое время он покинул президиум. В его отсутствие слово предоставили главе Духовного собрания «Мусульман России» Альбиру Хазрату Кырганову. Он отметил неоценимый вклад шейха Саида Афанди в распространение истинных общечеловеческих ценностей. «Мы вышли с инициативой и к властям республики Дагестан, чтобы одна из красивых улиц Махачкалы была названа именем Саида Афанди Чиргейского. Эта память нужна наших детям. Эта память нужна нам сегодня, чтобы тот путь, тот курс, который они нам оставили, чтобы продолжали и наши дети». «Знаете, что праведники Аллаха не будут испытывать страха в судный день и не будут печалиться над тем, что упустили из удела этого мира». Этой цитатой из Корана вернувшись, начал своё выступление муфти Дагестана шейх Ахмад Афанди. Он выразил благодарность Всевышнему за то, что в трудные для страны годы он даровал нам такого наставника, как Саида Афанди. «Вы не думайте, что мои слёзы, слёзы печали. Это, может, слёзы радости. Я очень рад тем, что мои друзья, мои близкие люди, они покинули этот мир. Просто они им не нужно было зашли, но покинули, как мужчины. Вы представляете, когда отца убили, сын становился на его месте. Вот где мужество. Вместо того, чтобы уходить, убегать, мама же могла ему сказать, нет, отца тоже убили, ты не становись, нет. Ни один шаг назад никто не делал. Это меня радует. И, иншаллах, в дальнейшем у нас всё будет, я не говорю, хорошо, лучше». Он объяснил это тем, что государственные чиновники начали понимать, какую пользу стране приносят религиозные деятели. «Вчера здесь глава республики, вы же видели, вы же слышали, он говорит, спасатели Дагестана вот здесь сидят. До сих пор они здесь не сидели. Они до сих пор в другом месте сидели. А вчера оказались они здесь. Вот я почему говорю, президент страны начал понимать. От религиозных людей можно ожидать только пользу, только поддержку. И никогда религиозные люди не подведут». Произведение работы Саида Афани свидетельствует о его выдающемся литературном даровании. Отмечали писатели, кандидаты и доктора наук. «В своих трудах и работах он поднимает наиболее актуальные вопросы для современного мусульманского общества. Огромное значение Саида Афани отцаев уделяет воспитанию подрастающего поколения». «Когда я смотрел на человека, он чувствовал, небывалый прилив сил. Моё тело наполнялось удивительной живостью. Если сердце моё охватило печаль, я шёл к человеку и увидел его, думал, невозможно, чтобы Дагестан, в котором живёт такой человек, пропал». Весть о Саиде Афанди распространилась по всему миру. Учёные арабских стран, узнав о том, что в Дагестане проводится этот форум, отправили свои поздравления, так как не смогли присутствовать непосредственно на мероприятии. «Шейх Саид Афанди, да будет доволен им Аллах и смилуется над ним, был имамом, аскетом, учителем, который обучал прежде всего своим образом жизни, а потом и словом, был воспитателем сердец, оживляя их мыслью. Да помилует Аллах, шейха Саида Афанди, за всё то, чем он жертвовал, проявляя стойкость, боролся за истину, доказывался в лучшем их заблуждении, возвышал истину над нововведениями, пока Господь не избрал для него возвышенную смерть. Шейх Саид Афанди был великим наставником, познавшим Аллаха, да смилуется над ним Аллаха. Несколько лет тому назад я хотел посетить Дагестан, чтобы встретиться с шейхом Саидом Афанди, но этому не было суждено произойти. За несколько дней до моего приезда в Дагестан его убили грешные руки террористов. У него была очень насыщенная жизнь. Он распространял религию в исламских странах, призывая мусульман к сплочению вокруг ислама. Его девизом были слова «О мой Господь, Ты моя цель», то есть «Всё под властью Аллаха, и Он цель, к которой я стремлюсь». Стихи, цитаты и строки из книг учёного читали на форуме. В зале присутствовали духовные лидеры 26 регионов России. Выступающие поблагодарили муфтят за плодотворные мероприятия. Дай Аллах, вот этот форум открыл бы глаза нам в пост пространства СССР, как здесь, в Дагестане, оно вверх, вертикаль сделаны, чтобы по всей территории был этот вертикаль. Тогда, да, труды шейха, значит, мы поняли. А если мы посидим, у вас в гостях побудем и не будем работать в этом направлении, значит, мы только пришли, покушали и посмотрели, ушли. От этого пользы не будет. Торжественная встреча завершилась коллективной мольбой под руководством Хас Мухаммада Абу-Бакарова, отца первого муфтия Дагестана Саид Мухаммада, который был убит на пути распространения ислама. Посетителям предоставили уникальную возможность увидеть личные принадлежности шейха Саида Афанди. В вестибиле Дома дружбы состоялась выставка рукописей одежды и книг учёного-богослова. Я считаю, что это величайшие богословские труды современности, а что касается истории пророков, это, наверное, одно из лучших, вот в самом лучшем смысле этого слова, пособий для тех, кто изучает историю религии, причём не только ислама, но и других религий, потому что настолько полно обобщены все знания, которые есть у всех трёх аврамических религиях о пророках. Другой такой книги я просто не могу назвать. Объединяющее мероприятие. Столько муфтиев, столько духовных лидеров со всей России, и не только из России, из Саудовской Аравии. Очень приятно было их увидеть, услышать от них ту работу, которую они проводят, поделиться опытом. Действительно, воодушевлён, было очень приятно. Спасибо муфтиату Республики Дагестан и всем организаторам, которые организовали сегодняшнее и вчерашнее мероприятие. Духовное наследие мусульманских богословов прошлых веков является главным богатством современных мусульман. Хамза Нурмагомедов, Атикат Магомедов, Гилач Курбаналиев, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. После форума для уважаемых гостей Республики была проведена экскурсия по новой больнице, построенной по инициативе муфтия шейха Ахмада Афанди. Далее делегация муфтиев, религиозных деятелей, представителей общественности и научной интеллигенции, постели школу имени Исупова. Здесь они осмотрели учебные помещения образовательного учреждения и остались приятно удивлены организацией учебного процесса. Затем все направились в дом муфтия Республики Дагестан Ахмада Афанди, где им показали священные реликвии, среди которых священный волос пророка Мухаммада и точный прототип мимбара с мечети пророка. Также среди них имеется знамя имама Шамиля, покрывало с Каабой и другие реликвии. Кульминацией этой встречи стало вручение муфтиям Дагестана шейхам Ахмадом Афанди священного волоса пророка Мухаммада, главе Духовного собрания мусульман России и члену Общественной палаты Российской Федерации Альбиру Кырганову. Президент Турции Риджептейб Эрдоган 22 ноября отправится в Россию, передает турецкое издание «Миллет». Президент Эрдоган отправится в Россию 22 ноября. В Сочи состоится трехсторонний саммит между Турцией, Россией и Ираном, говорится в сообщении. Отмечается, что темой переговоров станет ситуация в Сирии. 14 ноября президенты России, Турции Владимир Путин и Риджептейб Эрдоган провели переговоры в Сочи, которые длились в общей сложности более четырех часов. Глава Крыма Сергей Аксенов в беседе с агентством «Крыминформ» заявил, что подтепление российско-турецких отношений пойдет региону на пользу. Ну а теперь дайджест от Ларианы Шамхалаевой. Турнир по домино среди людей с ограниченными возможностями здоровья прошел в Хасавюрте. Мероприятие было приурочено к Международному Дню Слепых. Программа мероприятия заключала в себе непосредственно соревнования по домино и коллективный обед, где и были подведены итоги. Победители и призеры были отмечены памятными призами и подарками. В селе Шенгада-Шитлиб Гунипского района открыли детский сад на 50 мест. Населенный пункт расположен в зоне отгонного животноводства Кумтор-Калинского района. Отметим, что с каждым годом население Шенгада-Шитлиб увеличивается. Это первый детский сад в селе, в котором числятся 138 хозяйств и проживает порядка 400 человек. В новый детский сад здесь пойдут 42 ребенка. В Дагестане пройдут дни молодого избирателя. Главными участниками станут избиратели в возрасте от 18 до 30 лет, в том числе голосующие впервые. Гостям расскажут о работе избирательных комиссий республики и современном оборудовании, используемых на избирательных участках. В программе также тематические занятия, деловые игры, конкурсы, посвященные выборам. Волгоградский ансамбль «Юг России» приехал на гастроли в Дагестан. Выступление коллектива проходит с труппой русского театра имени Максима Горького в Махачкале. Это один из наиболее успешных, узнаваемых детско-юношеских коллективов страны. Ранние выступления ансамбля проходили во Франции, Германии, Италии, Венгрии, Испании, Чехии и других странах. Логистический оператор «Деловые линии» теперь и в Дагестане. Торжественное открытие офиса группы компаний прошло сегодня в Махачкале. Мероприятие посетили представители порядка 50 компаний. При этом в целом у транспортного гиганта более 3 миллионов постоянных клиентов, которых обслуживают свыше 20 тысяч сотрудников. Побывала на открытии и наш корреспондент Зумруд Гамидова. Деловые линии на сегодняшний день являются лидером на рынке транспортно-логистических услуг. Компания занимает первое место свыше 26% рынка в сегменте перевозок сборных грузов. В новом офисе Махачкале можно отправить посылки и грузы с максимальным весом одного места в 3,5 тонны. К тому же современный складской комплекс удобно расположен близко к центру города. Для гостей торжественного открытия была организована праздничная программа. Новый склад грузоперевозчика играет важную роль для Дагестана, экономика которого сейчас развивается быстрыми темпами. Так, с начала года грузооборот в регионе вырос на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. И теперь новый терминал позволит оптимизировать стоимость и сроки доставки отправлений Махачкалу, а также во все населенные пункты Дагестана. В том числе в крупнейшие города региона Буйнакс, Дербент, Каспийск, Кизельюрт, Кизляр и Хасавюрт. Для клиентов созданы комфортные условия погрузки и выгрузки, а также предоставляется полный спектр услуг. Приемы и выдача заявок, складская обработка грузов, хранение и упаковка. Мы надеемся, что то, что мы делаем, поможет людям оперировать со своим грузом, снизить складские затраты, улучшить логистику. И это подымет экономику, и мы хотим в этом участвовать. Вот это вот наша идея, почему мы здесь появились. Почему мы считаем это важным, потому что это способствует развитию, к чему мы все стремимся. Главная задача группы компании Александра Богатикова – осуществлять доставку грузов как можно быстрее и качественнее. Ведь порой люди доверяют ей самое важное, при этом экономя время и деньги клиента. У нас есть хорошая специфика, на которой мы берем сильный акцент – это качество. Мы понимаем, что логистика – это прежде всего сохранность, и это даже не быстрота доставки, это именно та срочность, которую ты можешь выдерживать. Людям важно знать, что если ты пообещал им приликать 10-го числа, ты должен там 10-го числа появиться. Это самая большая ценность, которую мы стараемся дать. По словам присутствующих, Махачкала является на сегодняшний день крупнейшим городом в Северокавказском федеральном округе. Открытие офиса в столице Дагестана обусловлено большим потенциалом развития региона. Сегодня дагестанцы, махачкалинцы получат возможность обслуживаться и получать современные услуги. И целиком это показатель развития бизнес-инфраструктуры, развития рынка, развития экономики. Отметим, что компания работает на рынке грузоперевозок с 2001 года. Накопленный опыт и профессиональный подход позволили ей стать надежным партнером для более чем 3 миллионов клиентов. После официального открытия подразделения для гостей была организована экскурсия по терминалу, а также предложены уникальные условия сотрудничества. Редактор субтитров А.Семкин